МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новина регионов. Студия Олена Милюшанкова. Вітаю вас сегодня у выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Залячением и диагностикой на Могилёшину. Больше за 100 тысяч долларов зарабила в область на экспорте медпослу. Каменная казка зно у Могилёве. Международный пленэр по скульптуре гэтым разом просвечена 750 годзю города. Уникальные копии слудских поясов, шедевры белорусского откатства, прямая культурная столица Беларуси. У все подробязности далее у выпуску. 300 миллионов рублей выдатково населят из бюджета Могилёвской области на сферу аховы здоровья. Як правило, областные сродки накеровываются на выканание социальных стандартов. Однако для большаякосного обслугования без республиканской допомоги не может обыстись неводный регион. Наприклад, только аппарат МРТ, який вельми эффективный у диагностицы, каштой амаль полтора миллиона евро. Недавно городская больница худкой медицинской допомоги отримала сучасный аппарат для дробления камянёв у нырках. Заразе его монтируют. Яшчая одна крыльница додаткового финансования державных ляшебных установ – предоставление платных медицинских послуг. Про цех темы в наступном материале. Платные медицинские послуги сё не оказывают усе ляшебные установы Могилёвшины. Не глядяши назад, супрыць гэты накерунок развивается, бо задавольняет пациентов, например, худкостю. У Могилёвской городской больницы на платной основе можно зарабить комплексное обследование и за день. Прошла это МРТ головного мозга, потом что ещё биоанализ крови на сахар, потом УЗИ щитовидной железы и брюшной полости. То, что надо. И вот буду ждать терапевта вместе с анализами. Меня это всё устраивает, потому что со временем получается, что хочется быстрее. Худкость, головное потребование теперешнего часа у Центра экспресс-диагностики, например, едут с суседних областей, с России и Украины. Только за месяц май 10 замежных грамадян поспели скоростаться гэтыми послугами. По законе 50% прибытку от платных послуг накеровываются на развитие базы медустановы и повышение зарплаты медперсонала. Человек работает больше сверхустановленных стандартов и, соответственно, повышение заработной платы зарабатываем. То есть нет такого, что превалирующими темпами идёт повышение заработной платы. Повышение заработной платы идёт с ростом производительности труда. За 4 месяцы года медицинские установы Могилёвшины на оказание платных медпослуг зарабили 8 миллионов рублёв плюс 139 тысяч долларов на экспорте. Катя Рына Градницкая, Александр Артемьев, Новины Региона. Соправдное свято заниматься и подарунками привезли представники молодёжного парламента Могилёва у областную детячую больницу. Добрачная акция сподобалась не только пациентам, а и инициаторам. Яны на практице знайомились за одним заспектом у деяности молодёжного парламента – волонтёрским рухом. Пожаток каникул для этих детей выдаются суманным. На больничную ложку не повеселишься. И коли у отделения травматологии областной детяшкой больницы завитали казочные герои, поглядясь на их, выходили, не глядяши на тяжкости. Простовники молодёжного парламента Могилёва организовали для маленьких пациентов свято с конкурсами и подарунками. Не забылися и про ты, кто покульнил 100 ест больничную ложку. Это самый верный способ им как-то помочь, особенно детям, которые попали в такое трудное положение, проблемы со здоровьем. Детям тоже это очень нравится, вы это видите, что дети смеются, улыбаются, и всем от этого очень хорошо. Я думаю, что каждый из нас что-то почерпнёт для себя в этот день, за это время, которое мы играем с ребятами. Это также тоже неоценимый опыт работы с депутатами. Один знакеронка у деяности молодёжного парламента – волонтёрский рух. Им проставилась и махчимость самостоянно организовать акцию и отримать в опыт у этой справе. Сегодня не важно, сколько мы реализовываем проектов, как работаем с нашей молодёжью. Важно, чтобы мы научили её брать на себя ответственность, ставить позитивные цели и их достигать. И самое важное, что наша молодёжь сегодня хочет быть полезной нашим людям, нашей стране. Наталья Ильинич, Катерина Городницкая, Миколай Соболёв, Новина региона. Навучить правильно оказывать первую доурачебную допомогу. Причём у роли выкладчиков выступают будущие медики. Гэтый проект медицинского колледжа так и называется – «Ровесник, навучай ровесника». Як старшеклассники Могилёва проходить однадённую практику, убачила Татьяна Сергейчик. Як правильно сделать штучное дыхание, до приезда худкой допомоги зафиксовать перолом и головное. Як не разгубиться у надзвычайной ситуации. Будучи медики, им кнутся переконать своих ровесників, что усяму гэтому можно навучиться и можно навучить. Вот смотрите, с минимальной помощью будущего медработника всё-таки ваша сверстница замотала сама. Была практика, нам это показывали, когда у нас была медицинская подготовка. Где? В центре допризывной подготовки. Могилёвский медицинский колледж третий год ладить практику для старшеклассников. И выкладчики долучили догады справы своих навученцев. Видно, насколько это интереснее, когда не взрослый рассказывает, а твой ровесник. Может быть, на несколько месяцев, на несколько лет старше. Но они говорят на одном языке. Это одно поколение. Татьяна Сергеичек, Віталь, Вопсю, Новинир Геона. Пытание про работу агропромыслового комплекса, вытворчащей сельгазпродукцией, лесогазподарку и земельное законодавство можно будет задать в субботу, 10 червяня. В этот день традиционную промою телефонную линию проведет первый наместник старшини Аблаканкама Олег Чекида. А телефоновать можно с 9 до 12-1 по номеру у Могилёве 50 18 69. Так само подчас телефонной линии можно выказать зауваги по охове новокольного осяродя и гидрометеологии. У той же час промые телефонные линии пройдуть во всех городских и районных выканавших комитетах в области. Наприклад, у Могилёвским гарваканками телефонование про имя наместник старшини Сергей Дядович по номеру 25 84 42. А у Бобруйским гарваканками на пытание откажет старшиня, городского совета депутатов Михаил Жилудов. Телефон для сувези в Бобруйску 76 21 41. Очистка водоемов завершается у Могилёвской в области. Водолазная служба досконала доследуя дно рек и озер. После зимы и весенней поводки на дни рек и озеров примножается безлеч реча у господаром, яких калисте был человек. Разбитые бутыльки, арматура, шины на водхолодильнике. Как достать всю сметку из воды, доследовать приходится каждый метр. Работы стольки, что усякое опускание приносит улов. Вот и гэты водолаз выходят с воды не с пустыми руками. Знаходка больше, чем унушальная. Каждый год находим много интересного. И телевизоры, и машинки стиральные, и даже швейные бывают попадаются. Зимой рыбаки приходят на лёд ловить. Тоже лунок насверлил, где-то перекусывают, банку консервную кинул, бутылочку выпил туда же. Водолазы чистят водоёмы что год. Особливо гэта важно перед открытием купального сезона. Акваторы пляжа не повинны обрастать сметтям. Небеспечна гэта ни для плывцов, ни для природного сяродзя. Однако, калли мерковать по знаходках, на ведвельники зон отпочинку, разумеюць, гэта не заусёды. Каменная каска знову завітала у Могилёву. Областным центром почав работу Международный пленер по скульптуре, присвеченной 750-го дю города. Десять удельников с пяти краин на протягу месяца будут увасаблять у камняни творчие идеи и свой погляд на старожитный и сучасный Могилёв. Могилёв – минулое сучасное будущее. Такую тему огучили организаторы пленеру и его удельникам. Некоторые скульпторы у Могилёве ранее были и працавали. Что ж, до сёлетнего пленеру маэстры упэлнены. Камень сам подкажет идею. В этом году я планирую тоже удивить, порадовать жителей города. Пока не скажу, что это мои творческие задумки. Но скажу, что это будет достаточно большой камушек, большая скульптура. Эти произведения останутся и будут радовать следующее поколение. И те будущие, наверное, будут спрашивать себе этот человек, какой сил он был, какого сильного характера, что он смог этот гранит довести и передать какие-то свои чувства, мысли. Всё лето майстерня под открытым небом разместилась на узбережи Дубровенки. Могилючане мают добрымагчимость надзирать за народжением мастацких творов. До речи, у межах пленеру отбылось ещё одно свято. Тут же, кля Дубровенки, очнила двери галереи могилёвского скульптора Андрея Веробьёва. Это мои лучшие творения. То, чем я марил, то я для чего ишёл, для чего живу. Это самое важное, что есть у меня. Пленер будет работать до 28 червня. Скульптуру станут подарунком городу у Денья Гонраджения и у Прыгожиць Могилёв. Ирина Борделовская, Миколай Соболёв. Новины региона. Шедевры белорусского отказства представили у Бобруського майстрицы Сослуцка. В экспозиции «Одраджения» колясотни экспонатов. Аналоги вырубов народных промыслов и мастацкая стилизация. Але центральное место на выставе займать уникальные копии слуцких поясов. Как означают организаторы экспозиции «Одраджения», малюнок орнамента у слуцких поясов специалисты снимают не только из оригиналов. Выучают и обновляют его на основе исторических документов. Сучасная майстрицы ткуют слуцкие поясы на обсталевании аналога, у якому нема в свете. Особливая категория – это поясы с золотой и серебряной ниткой – кажут, что на их идет прикладно 100 граммов каштовных металлов. Тому их цена может доходить до 7 тысяч рублей. Выстава «Одраджения» будет працовать 2 месяца и познайомиться с богатым белорусского народа у сучасной Могилючане смогут не только бруйчане, но и гости культурной столицы Беларуси. С призовыми местами вернулись Могилючане из Международного конкурса молодых профессионалов WorldSkills 2017 у Краснодара. В складе белорусской сборной 35 человек – новошенцы колледжи, студенты университетов и молодые специалисты до 22 года. Будучи профессионалы, смагались за звание лучшего в своей профессии. В 29 компетенциях в 6 сферах. Представницы Могилючаны так само годно выступили на конкурсе. Так студентка Могилючанского державного университета харчевания Яна Буглак у компетенции ресторанный сервис заняла другое место. С серебряным медалем вернулась и навученка Могилевского технологичного колледжа Вероника Гатальская. Яна стала одним из лепших молодых кухаров краин СНД. Нужно еще развиваться, то есть не стоять на месте. Хорошо, хорошо, но не тот еще результат, который на самом деле хочется. Хочется золота? Конечно, хочется. И еще есть возможность поучаствовать в конкурсе в Казани в 2019 году. Потому что я по возрасту еще прохожу. Я еще молодой специалист. Ей уже идут телефонные звонки и нам звонят, просят, говорят, учащиеся, которая заняла второе место, можно ли ее взять на работу. Ее уже приглашают. Поэтому для нее это большой профессиональный опыт в первую очередь, ну и профессиональное самоопределение. По выниках удела в конкурсе Кончаткова сформируется республиканская сборная, якая проставить Беларусь на чемпионате WorldSkills International, який пройдет у Абу-Даби, у Кастрышнику этого года. Международный Олимпийский день в Могилевской области отзначили шмат лекими спортландами, викторинами и показальными выступлениями. Не обойшлось и без визита у спортивной установы и самих олимпийцев. На одну из таких встреч взлетал и серебренный призер Олимпиады у Ванкувера Сергей Новиков. Международный Олимпийский день святкуется у 69-й раз. И за уседы супроводжая гэта свята массовые спортивные падзии. Спор для усих гучит таки девиз. У Могилеви центром олимпийской акции стала профсоюзная школа юнатства. Расскажи о своих успехах. Все хорошо. Ездим на соревнования, занимаем места. Какой пояс у тебя уже? У меня шестойкий. Буду сдавать на зеленый пояс. У Могилевской области спортом займаются некольки тысяч подлетка. У многих язык станут переможцами с поборництву розных узровню. Алипотрымливать здорового ладжетя лишить олимпийцы по силах навод непрофессийным спортсменам. Большое спасибо представительству Национального олимпийского комитета по Могилевской области, что для наших детишек со спортивных школ представляют такой праздник, где мы показываем и своим примером, и на общем примере, что нужно заниматься и вести здоровый образ жизни. Вот этот праздник способствует такому продвижению. За плячима большинство этих детей перемоги убедить, аж катлеты, цикарате, футболе, аля Галлоуна лишь у тебя не только кубки и медали. Зачем спортом надо заниматься? Ну, чтобы быть здоровым и спортивным. Это интересно. Ну, плавание днем каждый день, а легкая атлетика вечером. Спорт для усих. Про это свечет и девиз с основанника олимпийского руха у барона Пьера Докупердена. Галлоуна не перемога, а удел. По информации Министерства спорта и туризма, а малькожный шацвертый Беларусь займается спортом. И эта лечба протягивает расти. Андрей Шуляк, Виталь Вопсев, Новины региона. А на этом наш выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова